Здравствуйте! Меня зовут Александр и в этом видео я хотел бы рассказать о виртуальных путешествиях на Луну с помощью сервиса Google Moon. Moon в переводе с английского означает «Луна». В настоящее время, вот вы видите, мы находимся на страничке google.ru. slash moon slash или же можно набрать в адресной строке браузера google.com slash moon slash. Вверху видим мы такие ссылки, как Apollo. Это вот, видимо, приземление аппаратов. Apollo 11, 12, 14, 15, 16 и 17. Точнее, не приземление, а при лунении этих космических аппаратов, точки при лунении этих аппаратов на Луне. Вот такое здесь окошко также есть. В нее сизо-мун-м 3D, то есть смотри Луну в 3D формате с помощью программы Google Earth, которую можно также скачать на сайте Google. Это окошко мы закроем сейчас. Слева вверху мы видим 3 вкладки Apollo. Visible и Elevation. То есть Visible это, или как-то точнее прочитать, Выжибл. Переходим по этой вкладке, это значит видимая. Видимая часть. Справа внизу плюсик и минусик, это значит увеличение и уменьшение. Попробуем приблизить. Видите, приближается. Если мы кликнем по вкладке Elevation, то тут цветами обозначена высота лунных покровов. Слева тут подсказка такая, по цветам 3 километра, 5 километров, нет, 5, 3, 8 километров, 5 километров, 4 километра, 2 километра, 0 километра. И вот уже потом пошло в минус. Вот так вот это цветами обозначено. Справа вкладка Charts, графики. Такие вот графики. Также вверху имеются ссылки Link This View. Надо поделиться ссылкой этого вида. View Moon with Google Earth. То есть просмотра Луны с помощью сервиса Google Earth. С помощью этого сервиса нужно скачать программу Google Earth и выбрать по вкладке Moon. Также там можно просматривать Марс, Sky, Небо и Землю. Давайте вернемся на предыдущую страницу. И также вверху справа вкладка About, то есть об этом сервисе, об этой страничке. Давайте попробуем виртуально попутешествуем по Луне. Кликаем по вкладке Vegetable. И увеличиваем масштаб. Видите, такие появились видимые кратеры. На Луны поверхности кратеры поменьше, побольше. Давайте максимально приблизим. Максимально больше уже не приближается. И вот, к сожалению, это все в таком черно-белом формате. Тут кратеры, кратеры. Никаких тут инопланетян не видно. Значит, видимо, на Луне никаких инопланетян нет. Или они где-то спрятались глубоко. Ну, это шутка, конечно. Так, давайте уменьшим. Так, это видит в уменьшенном масштабе выглядит лунная поверхность. Ну, вот вы сами можете перейти по этой вкладке. Точнее, по этой ссылке. Google.ru Google.ru slash moon slash или же скачать программу Google Earth. И уже с помощью этой программы просматривать даже в 3D формате. Но для этого должен быть достаточно свежий компьютер. Старые компьютеры могут это не поддерживать. Программу Google Earth. Вот как у нас здесь выглядит странно. Это что такое? Тормозит что-то? Так, хуже видно. Вот, в общем-то, наверное, и все. Что я хотел рассказать о сервисе Google Moon и о виртуальных путешествиях на Луну. Пишите ваши комментарии о том, что вы об этом думаете. И удачных вам виртуальных и обычных путешествий. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И всем пока. Спасибо. Продолжение следует...